Макс, пойдем сходим со мной в магазин. Мам, мам, а возьмите меня в магазин, я хочу в магазин сходить. Мам, а сходите с Даником в магазин. Макс, Даник еще маленький, и я думаю, он не утащит пакеты с продуктами. А, погоди, погоди, мам, Катя же хотела в магазин. Сейчас, я пойду ее позову, ладно? Так классно ее жмякать. Ой, она еще и клеится, смотри, Дианка. У меня тоже липучие. Смотри, я сюда бантик придела, а сюда вот такие бусинки. Кать, Кать, тут мама просит тебя в магазин сходить. Точно мама просит? Или сходить спросить? Да чего ты мне не веришь, что ли? Она только что сказала, Катю, позови в магазин, пойдем. Да ну только играть начали. Ладно, пойду у нее спрошу, может одна сходит? Кать, да не надо ничего спрашивать, надо просто подойти к маме и идти в магазин. Кать, мама попросила его, а он хочет на тебя перевезти. Я же вижу по его хитрым глазам. Ой, да по каким глазам-то нормальные глаза у меня, Кать? Ну что, пойдешь в магазин? Пойду, только уточню. На самом ли деле мама меня попросила. Если меня, то да, а вот если тебя... Ой, да ладно тебе заладила, меня, тебя. Не хочешь, ты дома сиди. Ты чего толкаешься, совсем что ли? Если б не мягкая табалатка, я бы вообще-то стукнулась. Кать, да я не хотела, прости, я случайно заделась как-то. А, Катя передумала, пойдем. И ничего ему не покупать, во-первых, потому что он врет, а во-вторых, потому что он толкается, и я из-за него упала. Макс, ну ты чего? Да мам, я ей уже сказала, что случайно. Ладно, больше так не делай, пойдемте в магазин, нам нужно много чего купить. Так, мальчики, пойдемте. Ой, простите. Простите, в карман не положишь, ходят тут, не смотрят никуда. Подвиньте, пожалуйста, тележку, мне пройти надо. А, да, хорошо, проходите, конечно. Так, подскажите, пожалуйста, рекламку куда повешать? Рекламку? А что это у нас за нововведение такое? У нас тут автомат. Фрэш, газировка со льдом, приказано установить. Так хотели же летом еще, сейчас-то зачем, на улице вон, первый снег вроде уже пошел. Это вопросы не ко мне, я грузчик, ставить куда, говорите? И рекламку повешать. Вот так, да, пусть здесь стоит, хорошо. Газировка еще и со льдом. Ну да, вовремя. Газировка со льдом, говорите? Мама, можно, пожалуйста, один стаканчик? И мне тогда один стаканчик. Ладно, хорошо, но только один, и льда поменьше, а то горло заболит. Спасибо, мам. Так, сначала лед. Надо, наверное, еще пару кусочков, а то маловато что-то. Так, яблочек еще возьмем. Макс, нет, я сказала льда чуть-чуть. Ладно, ладно, теперь газировочка. А мне льда. Эй, а почему у тебя три, а у меня два? А потому что ты меньше, тебе нужно меньше льда, а то, слышал маму, горло заболит. Ладно, наливай быстрее газировку. Ну вот, Даник, и тебе. Спасибо, кидай еще крышечку и трубочку. Эй, помощники, вы там где? Мам, мы тут. Ах, классно. Давайте пейте скорее, и маме помогать нужно. Да все, мам, сейчас идем, вон, я уже больше половины выпил. Жалко-то как, вот бы еще немного. Мам, а можно еще по стаканчику купить? Нет, Макс, куда еще, не надо больше. Я платить не буду. Ладно, понял. Слушай, Даник, а может попробовать? Так, нажмем, может потекет? Попробуй, конечно, но мне кажется, без денег этот автомат ничего не дает. Ну, попытка не пытка. Не, сок не льет. А что если лед? Насыпает? Воу, честь, Даник, смотри, у меня за счет льда опять целый стакан будет. Круто, а сделай мне так же. Насыпаем еще льда, Даник, и у тебя тоже целый стаканчик. Мальчики, ну вы чего там, я уже все пропила. Не можете допить по стакану, что ли? Эх, ну все, Даник, придется эти допивать, последние получается. Ну ничего, мы и так по пять стаканов выдули. Лед тает и прибавляет нам, получается, газировки. Потом еще льда и опять целый стакан. Даник, давай быстрее. Ай, вкусно. Макс, садись уроки делать. Ага, мам, хорошо, сейчас. А что у тебя с голосом? Да все нормально вроде, а что? Ну ты же охрип весь, да ты что, ну-ка открой рот. А, горло закраснущее. Говорила я, не надо вам этой газировки со льдом, а. Ну, Макс, сейчас леденец для горла принесу. Мам, а можно и мне? А то чего-то голоса совсем нет. Да ну кошмар, да, Никиты? Сколько льда вы положили в свои газировки? Да мам, тут такое дело. Мы просто выпили пополовине, нам еще захотелось. А ты сказала нельзя. А там газировка платная, а лед бесплатно насыпает. Но мы раза три-четыре подсыпали до полного стакана. Мы не думали, что так оно получится все. О, три-четыре раза льда подсыпали? Отлично, молодцы ребята. А теперь мама будет вас лечить. Да лучше б я вам по второму стакану газировки купила. Чтоб вы такой ерундой не маялись. И вообще, почему этот автомат лед бесплатно выдает? Да ж все дети у нас завтра уже в городе охрипнут, кто узнает, что лед просто так сыпется. Эх вы, пошла за таблетками и за градусниками. Мам, мы не хотели, извини. Так, я еще доктора вызвала. Пусть посмотрит, горло ваше. Может уколы хоть назначат, чтобы быстрее поправиться. А то школа все-таки детский сад, учебный год, а вы приболели. Какие такие уколы, мама? Мам, я уже почти нормально разговариваю. Не надо доктора. Ах, поздно мальчики, поздно, я уже вызвала. Так, Максим, вот тебе градусник. Вот так ложись, меряй лежи. Так, вот второй хитрец, тебе тоже градусник. Лежи, меряй, пока я не приду. Мам, может не надо доктора? А может не надо было лед грызть? Да, мам, мы же не думали. А надо было. Так, давай градусник. Опачки, отлично, 38,6. Так, и у тебя 38. Ждем доктора, молодые люди. Макс, Макс, давай что-нибудь придумаем. А вдруг она на самом деле сделает нам укол? Думаешь? Мне кажется, мама это так. Нас припугнуть просто сказала. Может она даже доктора не вызывала. А может просто дадут жаропонижающие. Ну, типа нурофина, а он вкусный. А если все-таки укол, тогда будет поздно что-то думать. Хм, ну так-то ты прав. Даник, ты пониже, в дырочку там подглядывай что и как. Ага, хорошо, Макс. Доктор, они где-то здесь. Даник, Даник, ты куда усвистал? А что, говорите, они сделали? Льда объелись? Да, я даже не знаю сколько, но говорят, где-то 4 раза к стакану добавляли. То есть кусков по 5, и так 4, ну, штук 20 сгрызли. Автомат поставили новый. В супермаркете будет он не ладен. Так, Макс, Даник, ну где вы есть? Доктор же пришла. Что это получается, у нас больные и куда-то сбежали? Да, получается, что так. Посидите, пожалуйста, здесь. Я скоро вернусь. Может, они в комнате у девочек? Сейчас я их обязательно найду. Да, хорошо, только давайте недолго, а то у меня еще пациенты есть. Даник, я ее вижу, она пришла. Она сидит здесь, так что тихо. Хорошо, Макс, я все понял. А, апчхи! Будьте здоровы. Ой, ты что, в шкафу, что ли? Эй, вы там? Ку-ку! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, вылезайте! И чего это вы в шкафу делали? Уж не отменяли, прятались? Да нет, доктор, вы чего? Там тепло просто, вот. Сидели, ждали. Так, давайте по одному подходите, горлышко ваше посмотрю. Нет, ну я не знаю, что я с ними сделаю, их нигде нету. А, доктор, вы их как-то первые меня нашли. Где вы были-то? Да, нашлись, в шкафу сидели. Ну, Макс, ну вы даете, что с ума сошли? А-а-а-а. Мама, чего? Укол, думаешь, хочется? Так, ну горлышко красное, да, заметно. Переохладили вы его. А у меня нормальное? Нет, к сожалению, и у тебя воспаленное красное. Сколько, говорите, у них температура? По 38 у обоих. Да, 38 большая температура. Сделаю я вам укол, он быстрее температуру снизит. А потом, если будет подниматься, то уже давайте жаропонижающее. Так, мальчики, поворачиваемся. Ой, нет, только не это. Правильно мама говорила, нечего газировку со льдом пить, не лето. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока!